Бытует мнение, что современные школьники совершенно равнодушны к театру и классикам русской литературы. Но глядя на то, какой аншлаг собрал показ спектакля по комедии Александра Грибоедова «Горе от ума», в кинотеатре «Искра в Видном» в это верится с трудом. Впрочем, когда за постановку пьесы берется народный артист России Вячеслав Спесивцев, его московский молодежный театр по-другому и быть не может. Если дети не начинают, а мы у нас в основном школьники, если они начинают изучать Толстого, Пушкина и Грибоедова, то они, в общем-то, не воспитываются. Мы привезли сегодня не просто красоту, мы ее будем творить вместе с залом. Эту красоту, которая спасет мир. Я уверен, что ничто так не спасет мир, как красота и любовь. Спектакль был показан в рамках областного образовательного проекта «Пушкин везет». На протяжении двух дней, 27 и 28 февраля, его смогли посетить более 500 учащихся девятых классов видновских школ. В своей постановке режиссер Вячеслав Спесивцев сохранил первоначальное, всем нам хорошо известное содержание «Горе от ума». При этом пьеса обрела новые, современные звучания и форму. «Чтобы иметь детей, кому ума?» «Инстопад». «Театр просто с хорошим спектаклем, этого мало уже. Мы должны привести спектакль, в котором должен участвовать зритель. Он должен быть созидателем, он должен быть творцом. Когда он творец, тогда он и воспринимает и Грибоедова, и Толстого, и Пушкина». И зрители с удовольствием и готовностью участвовали в театральном действии, напоминающем то легкий выдевиль, то серьезную драму, то классическую комедию нравов. Безучастным никто не остался. Мне очень понравилась пьеса. Актеры сыграли очень круто, и они прям как будто на самом деле были героями этой комедии. Плюс еще мне очень понравилось то, что в сценарий включили юмор. Спектакль сам по себе был очень музыкальным. Креатива добавила то, что актеры взаимодействовали с зрителями. Я считаю, что это очень познавательно для учеников, чтобы больше раскрыть нашу русскую литературу. Плюс в том, что артисты обращаются к зрителям. Это тоже очень важно. Хочу сказать огромное спасибо всем артистам, которые нам показывали этот спектакль. Главное, что она сделана в современной форме и практически их сверстниками. Это молодежный театр. То есть ребята те, которые занимаются этим как хобби. Да, они практически не зарабатывают на этом никаких денег. Это история на общественных началах. И может быть впоследствии для многих это откроет путь к творчеству. Проект для школьников и молодежи Пушкин везет. Министерство культуры и туризма Московской области совместно с Минобразованием реализует с конца 2022 года. В его рамках юноши и девушки могут совершенно бесплатно посещать спектакли по произведениям русских классиков в постановке именитых театров России. Для этого необходима лишь Пушкинская карта.